Приход в Министерство обороны РФ нового министра Андрея Белоусова, бывшего вице-премьера, озадачил российское общество. Человек без армейского опыта, впрочем, как и Сергей Шойгу, возглавил одно из главных ведомств страны. В биографии Белоусова есть много любопытных страниц, его можно отнести к новой элите технократов. Он занимался научной деятельностью, бизнесом и работой в правительстве, курируя вопросы взаимодействия государства и частников, а также продвигал идеи цифровых валют. Сейчас Андрей Белоусов активно взялся за работу в Минобороны. Его назначение совпало с крупными уголовными скандалами в ведомстве. По подозрению во взятках и махинациях задержаны крупные чиновники Министерства и генералы. В начале июня Белоусов впервые появился на публике в военной форме на совещании Совета Безопасности, который провел Владимир Путин. Журналисты заметили на нем погоны, похожие на погоны генерал-армии. Однако же Белоусов носит погоны действительного государственного советника первого класса. Классный чин, как у Белоусова, присваивается указом президента России. И чин действительного государственного советника первого класса по значению соответствует званию генерала армии. Таким образом, Белоусов не был произведен в генералы, а сохраняет свой гражданский чин. К слову, назначение Белоусова объяснил и Владимир Путин. Оно связано с возросшими расходами на оборону и безопасность, заявлял российский президент. Расходы страны по этим статьям в 2024 году составят около 8,7% ВВП, отмечал Путин. Это очень высокий показатель. Однако в назначении Белоусова, очевидно, кроются и другие функции, связанные с коррумпированностью соратников отставного министра Сергея Шойгу. Так, бывший начальник филиала Федерального государственного бюджетного учреждения Центральное жилищно-коммунальное управление Минобороны Сергей Харитонов был осужден на 9 лет колонии строгого режима. На 5 лет экс-чиновник лишен права заниматься управленческой, организационно-распорядительной деятельностью и административно-хозяйственными функциями в госструктурах. Харитонов обвиняли по делу о получении взятки на сумму в 65 миллионов рублей, а дело завели еще полтора года назад. Он и его заместитель попались на взятки при реализации закрытого конкурса на оказание услуг по энергосбережению и повышению энергоэффективности ведомственной котельной, сообщал инсайдерский телеграм-канал ВЧК ОГПУ. Попал в тюрьму и бывший заместитель Харитонова Роман Митюрев. Он приговорен к 8 годам колонии строгого режима. Ведомство, которое возглавлял Харитонов, занимается предоставлением коммунальных услуг, то есть снабжением газом, водой, отоплением и ремонтом, учреждением Минобороны и воинских частей. Ширится круг других подозреваемых во взятничестве. Под следствием находятся замминистра Тимур Иванов, начальник управления кадров Юрий Кузнецов, бывший командующий 58-й армии генерал-майор Иван Попов, начальник управления департамента по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий. Судом арестован заместитель начальника генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Генерал Иван Попов дал показания на своих соратников. Он обвиняется в хищении почти двух тонн изделий из металлопроката, закупленных для оборонительных сооружений на фронте. Иван Попов действовал организованной группой с погибшим на фронте генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, сообщает следствие. При этом адвокат генерала обвинение отрицает. Из-за того, что Попов дал показания на других участников хищения, следователь ходатайствовал об изменении меры пресечения. Но суд вновь не отпустил генерала под домашний арест и оставил его в СИЗО. Какую роль в чистках в армии выполняет лично Андрей Белоусов, российское военное ведомство, разумеется, не раскрывает. Вместе с тем, последние соратники Шойгу теряют свои должности. Так, с поста его помощницы ушла молодая девушка с необычным именем Россияна Марковская. Белоусов активно участвует в официальных мероприятиях Минобороны. Недавно он награждал военных в Национальном центре управления обороной России. На прощание он пожелал служащим успехов. Сергей Шойгу, однако, не теряет своих связей с армией. В новой должности секретаря Совета безопасности РФ он одновременно будет заместителем президента в военно-промышленной комиссии, а также возглавит федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству. Ни в одном из дел задержанных военных он не фигурирует. Министр обороны Андрей Белоусов также включен в состав военно-промышленной комиссии, а недавно он провел встречу с российскими военкорами. Впрочем, детали этого разговора не разглашались.